Строительство детских садов и ремонт многоквартирных домов. На что еще планируется выделить деньги из городского бюджета, обсудили на очередном заседании Городской Думы. Кроме того, депутаты заслушали отчет главы Саратова о его работе в 2013 и начале 2014 года. О том, что сделано и что предстоит, расскажет наш корреспондент. Очередное заседание Городской Думы стало в некоторой степени отчетным. О своей работе за прошедший год рассказал коллегам Олег Грищенко. Сделать удалось многое – построить детсады, отремонтировать дороги. А вот в этом году, по словам главы города, пока особо похвастаться нечем. Причина тому сокращенный бюджет. Простой пример. Если в прошлом году в городе одна за другой закрывались на ремонт улицы, например, Московская, проспект Строителей и Радищева, то в этом денег в бюджете едва хватает на ямочный ремонт. Мы добились, мы сделали хорошую дорогу, отработали технологию с дорожниками. Она сегодня прекрасно себя зарекомендовала. Нужно дальше двигаться. Но, к сожалению, вот сегодня таких у нас возможностей нет. На те деньги, которые мы рассчитывали, 2,5 миллиарда рублей на 2014 год. Мы также планируем около миллиарда рублей выделить на дороги города и на дворовые территории. Но, к сожалению, у нас эти деньги забрали. Это при том, что город собирает налогов на сумму порядка 80 миллиардов рублей. Правда, долго в муниципальном бюджете эти деньги не лежат. Из 80 миллиардов 60% выходит сразу в федеральный бюджет. Остальная часть, 23-24% выходит в областной бюджет. И за счет наших денежных средств, за счет наших налогов поддерживаются другие муниципалитеты на территории Саратовской области. Нам оставляют там около 7% по собственному доходу. Вот, пожалуйста. От этого, конечно же, зависит от благосостояния. В этих условиях пришлось сократить финансирование по некоторым направлениям. А вот на социально значимые проекты средств добавят. Для этого депутаты внесли изменения в бюджет. Учли и свои доходы, и деньги, поступившие из области и федерации. На строительство и ремонт детских садов 502 миллиона рублей. На капитальный ремонт многоквартирных домов 110,8 миллиона рублей. Также предлагается переместить средства комитету по жилищно-коммунальному хозяйству со строительства полигона в поселке Елшанка на вывоз крупногабаритных отходов в сумме 20 миллионов рублей. И на приобретение коммунальной техники на сумму 10 миллионов рублей. А чтобы улучшить ситуацию по благоустройству Саратова, решено создать бюджетное учреждение на базе существующего унитарного предприятия «Дорстрой», которое сегодня обслуживает дороги трех районов – Ленинского, Кировского и Фрунденского. Теперь оно будет работать по заданию муниципалитета. Реорганизация поможет сэкономить бюджетные средства, оставить всю имеющуюся технику в собственности города и не зависеть от конкурсов, в результате которых выигравшая фирма не выполняет свою работу, как это случилось в апреле. Тогда улицы областного центра едва не утонули в мусоре. Теперь для уборки город будет использовать свои собственные силы, а не привлекать со стороны не всегда ответственных подрядчиков. Лада Абжалимов, Станислав Жижин, Алексей Фенин, РЕН-ТВ, Саратов.